МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ждет вас сегодня в выпуске. За что популярный дагестанский шоумен попал на профусчет МВД? На прошедшей сессии Народного собрания депутаты смогли задать вопросы министру МВД Дагестана. Ответы сегодня в выпуске. Транспорт, логистика, связь. Более 15 транспортных компаний со всей России представили свои достижения на межрегиональной выставке в Дагестане. Закалять спортивный дух теперь будет проще и удобнее жителям поселка Тарки. Там накануне открыли новую спортивную школу. За что популярный шоумен Ильдар Иразиев попал на профучет МВД? Хищение в газовой сфере и как улучшить инвестиционный климат в республике? Эти и ряд других вопросов стали главными на прошедшей сессии Народного собрания. Обо всем по порядку расскажет Зумруд Гамидова. Основным вопросом повестки дня стал отчет министра внутренних дел республики. Абдурашид Магомедов построил свой доклад на позитивных итогах. Уровень преступности в Дагестане на 100 тысяч населения составил 483 преступления, что в два раза меньше, чем в целом по России. На территории 25 городов и районов республики сократилось или осталось на уровне 2017 года количество зарегистрированных уголовно наказуемых деяний. Мы добились более высоких, чем по стране, в целом по Северокавказскому федеральному округу показателей общей раскрываемости, раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений и ряда других, ряда преступлений. Это кражи, грабежи, разбои. У нас ниже удельный вес лиц, ранее совершивших преступления, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, один из самых маленьких в Российской Федерации. После отчета депутатам представилась возможность задать вопросы министру. Так, парламентарии поинтересовались о постановке актера Эльдара Эрозива на профучет как экстремиста. По словам министра, для подобных действий у силовиков были все основания. Я вас уверяю, что за теми людьми, которые готовят или являются сторонниками тех идей экстремистских и дестабилизаций обстановки, мы смотрим в 10 раз больше, чем за теми, кто совершает общеуголовные преступления. И будем продолжать, нравится кому-то это или не нравится. Слишком много несчастья принесли вот эти вот люди, носители этой идеологии нашей республики. У нас очень много людей, которые, получив какую-то известность, начинают лезть куда угодно и куда угодно давать оценку всему вокруг. Какое ты имеешь моральное право давать оценку тому или иному. О нарушениях социальных прав граждан говорил омбудсмен республики. По словам Джамала Алиева, много жалоб поступает в части незаконного строительства, благоустройства территории и нанесения вреда здоровью. При этом очень часто приходится сталкиваться с правовой неграмотностью населения. С препятствиями в реализации своих прав зачастую сталкивались инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, дети, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, находящиеся в местах принудительного содержания и ряд других категорий граждан. Из числа принятых к рассмотрению обращений удалось помочь заявителям в каждом пятом случае. И это при том, что к уполномоченным попадают обращения после того, как эти люди прошли через многие-многие стадии государственных органов и не нашли ответа на подставленные ими вопросы. Депутат фракции КПРФ затронул проблему инвестиционного климата в республике. По словам коммуниста, республику нужно вывести цитата «из пепла страха». Марат Асланов считает, что под видом вложения инвестиций многие предприниматели преследуют корыстные цели. Таких, к примеру, масса. Ну, допустим, стеклянный мост на каньоне. Почему именно этот инвестор? Почему такой огромный кусок земли 10 г? И причем надо у дубкинцев отбирать, и я знаю, что там нерешенный вопрос у самого населения, когда все строения инженеры помещаются на полгектара и максимум на гектар все, что необходимо. Откуда на миллиард рублей вложений? Как решается вопрос компании по колесу обозрения? Был ли конкурс? Да, вы говорите, целевой и так далее. А может, есть компания, которая предложит лучшие условия? Почему именно таким образом отбирается? Всего в повестке дня депутаты рассмотрели порядка 28 вопросов, в том числе и изменения в республиканский бюджет. Они связаны прежде всего с выполнением мероприятий, озвученных в послании главы республики. А это капремонт медучреждений и улучшение жилищных условий для малоимущих и развития сельского хозяйства. Всего предстоит распределить более 11 миллиардов рублей. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего в Рио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Однако в суд Дагестана для рассмотрения ведомства его не направляло. По словам адвоката, обвиняемых Дагира Хасавова, определять подсудность будет Верховный суд России, куда уже поступили материалы. Это показывает недоверие к дагестанской Фемиде в целом, заметил адвокат. Он предположил, что дело, скорее всего, будет рассматривать Лефортовский районный суд Москвы. 13 управляющих организаций в Дагестане остались без лицензий. Организации занимались деятельностью по управлению многоквартирными домами. При этом 10 компаний из них вообще не располагали сведениями о домах. Соответствующее решение принял арбитражный суд республики, удовлетворив заявление госжилинспекции. В Дагестане в каждом муниципалитете создадут штаб по изучению качества воды. Такое поручение дал премьер-министр республики Артем Сдунов. Поводом послужила вспышка кишечной инфекции в Хасавюрте. По словам председателя правительства, только так можно избежать повтора таких происшествий. В связи с этим Сдунов поручил проверить все источники, откуда население получает воду. Особенно, по его мнению, данную работу необходимо активизировать в весенний период. Региональный этап всероссийского технического конкурса для юно-армейцев состоялся накануне в Махачкале. Участниками стали ребята с 5 по 11 класс. Они соревновались по двум направлениям – беспилотники и робототехника. В последнем по условиям конкурса школьникам необходимо было сделать герметичный подводный светильник, который может управляться с помощью цифрового интерфейса. Чтобы выполнить это задание, ребятам необходимо иметь навыки программирования, монтажа, сборки и пайки. Сложность задания заключается в том, чтобы сделать готовый функционально завершенный прибор, который отвечает всем требованиям. Там достаточно много требований, этот светильник, режим его работы должен управляться с помощью компьютера, с помощью удаленного устройства. Он должен быть полностью герметичный, влага не должна его разрушать. И тут целое, несколько этапов. На второй площадке конкурса участники соревновались в сборке беспилотников. Для начала необходимо было составить алгоритм полета, а далее написать программу и продемонстрировать в действии свое творение. В течение двух часов предстоит выполнить задание довольно непростое. И победители этого этапа, два победителя этого этапа отправятся в Тулу на Всероссийский чемпионат, который пройдет в мае. Отметим организаторами является фонд содействия инновациям совместно с движением ЮНАРМИЯ. При поддержке Министерства образования Дагестана и детского технопарка «Кванториум» Малой Академии наук. Впервые в Дагестане уникальное геополитическое положение республики стало основанием для проведения межрегиональной выставки «Транспорт. Логистика. Связь-2019». На ее площадке российские и дагестанские эксперты обсудили современные решения проблем в этой области и представили достижения своих компаний. Об организаторах и участниках Патимат Ханапова. Все инновации и передовые технологии в области логистики и связи сегодня были представлены в здании национальной библиотеки. В Махачкале открылась специализированная выставка. Это мероприятие можно назвать главным событием региона в транспортной сфере. Необычна она тем, что в программу включены и деловые семинары. Будут такие актуальные вопросы освещены. Потенциал, недостатки потенциала, что у нас ожидает в ближайшее время. Тем более в рамках транспортной коридоры «Север-Юг» мы находимся в этом плане в уникальном положении, геополитическом, имея такую границу с пяти государствами. Поэтому большое внимание уделяется в этом плане Дагестану. В центре внимания организация пассажирских и грузовых перевозок, авиационный, морской транспорт, IT-услуги и искусственный интеллект. Свои достижения представляют более 15 компаний. Участники выставки и семинаров – ведущие эксперты Дагестана и страны. К сожалению, в существующих государственных программах Республики Дагестан, в отличие от федеральных программ, небюджетные источники и сам механизм государства частного парадмёрства представлены очень слабо, если не сказать, не представлены вообще. На мой взгляд, это хорошая как раз перспектива для дальнейшего движения, с тем, чтобы отрасль активнее развивалась. Дагестан – хорошее место для того, чтобы инициировать и запускать первые красивые пилотные проекты в сфере транспортной логистики. Ну и как же транспортно-логистическая выставка без одного из передовых предприятий Республики – концерна КЭМС? Здесь на площадке представлены самые последние их изобретения. Это пневмоинструменты, телескопические домкраты, светодиодные платы. Главная гордость завода – четырехместный самолет МАИ-411, на котором, кстати, они не собираются останавливаться. По гражданской линии тоже, по авиационной части, у нас идет постепенное расширение. Вот сейчас мы выпустили самолет МАИ-411. Он у нас летает в Кизляре. Вы это тоже видели, его полет. Сейчас дальше у нас идет развитие на 10-местные, на 18-местные самолеты разработки. Сейчас этот серийный выпускать будем, иншаллах. Вот то, что мы не смогли сюда привезти самолет, некуда было его посадить, мы его изготовили из чистого дерева макет нашего самолета и представили здесь на этой выставке макет нашего самолета. Впервые в Дагестане на выставке транспортных услуг представленная организацией «Автолюкс Кар». Это первый и единственный официальный дилер Hyundai в республике. Начал функционировать совсем недавно, но уже представляет клиентам спектр услуг и акций. Не обязательно выезжать за пределы республики. Все услуги можно получить на территории республики, что немаловажно для клиентов, не нести дополнительные затраты. Люди не знают, едут в соседние регионы, чтобы получить сервисное обслуживание. Мы представляем тестовые автомобили для проведения тестовых поездок совершенно бесплатно. То есть человек перед покупкой может почувствовать автомобиль в динамике. Транспорт и логистику невозможно представить без современных технологий связи и коммуникации. Большое значение здесь имеет и качественное информационное сопровождение подобных мероприятий. В этом плане на выставке представлены республиканские СМИ, в том числе и канал ННТ. Я бы здесь подчеркнула наше взаимное сотрудничество. Транспорт, логистика и связь – это телекоммуникации, это стремительно развивающиеся отрасли в Дагестане. И мы, наше национальное телевидение и радиостанция «Ватан» готовы предоставить свои информационные площадки для обсуждения этих вопросов. Ведь не секрет, и наше национальное телевидение – это стремительно развивающийся канал не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Стоит отметить, всех посетителей ждет традиционный розыгрыш прицов от компании «Анжи-Экспо». Чтобы стать участником, достаточно оставить свои контактные номера у организаторов. Продлится выставка три дня, 30 марта – включительно. Патимат Ханнапова, Нурмагамед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой. В Казахстане трое суток горело нефтяное месторождение «Каламказ». Возгорание произошло над скважиной, которая находится под бурением, предположительно из-за трения горных пород. Было предпринято несколько попыток потушить пожар, но локализовать возгорание на скважине не удалось из-за отсутствия подъездных путей к очагу из сильного ветра. В результате пожара никто не пострадал. Материальный ущерб, по предварительным данным, незначительный. Сегодня ночью он был потушен. Виновники аварии пока не установлены. Им грозит штраф свыше 7 миллионов тенге. Россияне стали потреблять больше сахара. Установленные Министерством здравоохранения страны нормы этого вещества в прошедшем году были превышены населением России в два раза. Норма составляла 24 килограмма, а в 2018 году на каждого россиянина пришлось почти 40. Зато при этом в стране в 2018 году значительно меньше обычного стали потреблять молочную продукцию почти на 100 килограммов при норме в 335 килограммов. В республике отремонтируют дорогу Магарамкент-Ахтыру-Тул. Автомобильная дорога обеспечивает транспортную связь между четырьмя муниципальными образованиями из столицы региона с выходом на федеральную автодорогу Р-217 «Кавказ». Работы по капитальному ремонту были начаты в 2016 году и до 2018 года дорожниками введено в эксплуатацию начальных 4 километра участка дороги. Завершение оставшихся 6 километров в 2019 году будет осуществлено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В поселке Торки состоялось открытие новой спортивной школы. Яркое событие в жизни Махачкалы посетили представители разных видов спорта. Воспитанники центра продемонстрировали свои навыки в борьбе. Поздравить жителей поселка с этим радостным событием приехал и глава города Махачкалы Салман Дадаев. Все подробности в сюжете Луиза Раджабовой. Первая в поселке Торки спортивная школа появилась на первом этаже поселкового центра традиционной культуры народа в России. Помещение долгое время находилось в непригодном состоянии, но все-таки ремонт провели. Теперь здесь на общей площади 400 квадратных метров созданы все условия. Имеется зал для занятий единоборствами, тренировок и соревнований. Есть и библиотека, где представлены книги о спортивных достижениях дагестанских и российских атлетов. Много читателей? Сколько у вас получается абонентов? Сейчас каникулы, сейчас стимулы. У них вообще записаны есть, у кого абонементы имеются? Это все, да? Да. На сегодняшний день поселковую спортшколу посещает около 150 человек. В основном это местные ребята, у которых систематические занятия спортом. Работу с детьми ведут 11 специалистов, среди которых 7 высококвалифицированных тренеров по вольной борьбе. Очень много чемпионов наших, которые представляли сборную Россию, сборную СССР. Эти братья Насуллаевы, как сегодня говорилось, уже сговорились за них. Братья Карачаевы, Набилла и Сапилла Карачаевы. В этом зале выйдут знаменитые борцы, потому что здесь есть на кого смотреть, есть на кого взять пример. Президент Федерации борьбы Сажид Сажидов подчеркнул, что учреждение должно быть нацелено не только на спортивную подготовку будущих чемпионов, но и на их воспитание в духе патриотизма и уважения к старшим. Здесь мы увидим уже великих спортсменов, выходцев именно с этого зала. Самое главное здесь будут воспитываться нормальные ребята и достойные люди, которые будут представлять свой народ, свою республику на весь мир. Новая спортивная школа станет достойной альтернативой для проведения молодежного досуга и дополнительным стимулом развития спорта. Луиза Раджабова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. Мировые звезды и живые легенды Ушу Санда. Пятикратный чемпион мира Базиги Татаев и боец UFC Муслим Цалихов провели мастер-класс в спортивном клубе Universal Fighters. Опыт, мудрость и знания ситуации в бою не понаслышке, все это присуще им. Профессионалы с большой буквы приехали в город Хасавюрт поделиться навыками, раскрыть некоторые секреты своего мастерства. Мастер-класс начался с разминки, продолжился отработками приемов ударной техники и защиты. Урок прошел отлично, все участники получили удовольствие от проделанной работы и общения с титулованными гостями. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.